Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На сегодняшний день мы с вами видим из средств массовой информации федеральных, что в среднем 43% на сегодняшний день люди не имеют никаких симптомов. Мы с Владимиром Геннадьевичем посчитали, что у нас по Чувашской республике у нас выходит примерно 65% заболевающих не имеют никаких видимых симптомов. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что человек абсолютно себя нормально чувствует и, соответственно, контактируя, оставляет эту инфекцию в разных местах. Поэтому, если говорить о рисках, то вот они налицо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но говорит о том, что у меня 50 человек работает, но, коллеги, ну покажите, система выдает у вас 2 человека, значит что-то не так. 50 человек работало, но 2 были оформлены официально, остальные неофициально, значит предприятие будет получать ровно на 2 человека соответствующую поддержку. Отраслям, которые сильнее других страдают от кризиса, правительство республики дает отсрочку по налогам. Максимально возможный срок до конца 2021 года. Предлагаются две основные меры поддержки для пострадавших отраслей. Для налогоплательщиков предлагается установить в 2020 году ставки на минимальном уровне, который сегодня позволяется налоговым кодексом. В частности, для организации индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогоблажения является доходы, уменьшенные на величину расходов, 5% и для организации индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогоблажения является доходы, 1%. Это достаточно важная антикризисная мера, которая позволит снизить негативные последствия для субъектов малого предпринимательства. В качестве дополнительной меры поддержки Олег Николаев предложил распространить отсрочку по выплате страховых взносов на компании малого и среднего бизнеса. Кроме того, предприниматели и арендаторов, которые наиболее остро пострадали от кризиса, освободят от уплаты арендной платы. Сроки этих каникул – три месяца с апреля по июнь 2020 года. Отсрочки до конца года будут и по земельному, и транспортному налогам. Меры поддержки более долгого характера, меры поддержки инвестиционного процесса в Чувашской республике. И мы уже закладываем форму поддержки тех предприятий, которые будут думать о будущем, о завтрашнем, о послезавтрашнем, и будут реализовывать инвестиционные проекты. И если мы будем их совместно планировать и будем прогнозировать эти вещи, то соответствующие льготы, они возможны, и мы их уже закладываем на сегодняшний день. Более 8 миллионов рублей из бюджета республики распределят между муниципалитетами. Эти деньги пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты и проведение санитарных мер. Их можно будет направить и на возмещение уже произведенных расходов в этой сфере. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Бахтияр Велиев, Республика. По поручению Олега Николаева вводится и новая мера поддержки семьи с детьми. Проектом предусматривается увеличение размера республиканского материнского капитала со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Отметим, что размер материнского республиканского капитала не менялся с 2012 года. Получать республиканский маткапитал в увеличенном размере смогут семьи, которые ранее его не использовали. А именно, не распорядились им до 1 января текущего года. Кроме того, у семей, имеющих право на республиканский материнский капитал, теперь будет возможность получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Проектом закона устанавливается возможность получения единовременной выплаты непосредственно после рождения ребенка. Кроме того, продлевается действие республиканского материнского капитала до 31 декабря 2026 года. С 15 апреля запрещено охотиться на пернатую дичь. О том, какие потери могут понести охотничьи угодья и сами охотники, говорили сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. Мы понимаем, что и охотничье сообщество, да, люди заранее готовились, вы готовились к сезону, большую работу провели, все ждали сезона. Но, тем не менее, вот такое решение оно есть. Со своей стороны хочу сказать, что вот с федерального Минприроды в наш адрес пришло письмо, там эту проблему также понимают, вот по охотопользователям в наш адрес пришел запрос с тем, чтобы рассчитать финансовые потери от закрытия сезона. Мы эти письма также в ваш адрес направили, поэтому попросим вот эту работу тоже провести, свои финансовые потери рассчитать и направить нам. Мы уже их будем перенаправлять в Москву, чтобы эту компенсацию получить и до вас довести. В Чувашии побывали участники комбинированного перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Дня Победы. Военнослужащих поприветствовал в Рио главы республики. Предполагалось, что на протяжении маршрута военнослужащие Восточного военного округа будут проводить различные патриотические мероприятия. Однако ситуация с коронавирусом в стране заставила от этих планов отказаться. Но сама идея перехода не изменилась. Мы как раз и должны расширять вот эту информацию о людях, о подвигах, о значимых событиях. И, конечно же, когда вы прибываете в регион, это же как раз лишний повод для того, чтобы сконцентрировать все эти события вокруг вот этого действия. Поэтому вам спасибо за то, что вы делаете такие сквозные мероприятия, объединяете регионы. Военнослужащие Восточного военного округа выдвинулись из Хабаровска в конце января. Сейчас за их спиной уже 8 тысяч километров. Цель комбинированного перехода – доставить на Красную площадь копию Знамени Победы. У нас комбинированный переход. Где-то мы и шли на лыжах, где-то пешком, где-то на снегоходах, на снегоходах в Сепке. Сейчас уже снега, конечно, нету. Сейчас идем пешим маршем, велосипеды, квадроциклы. Прошли уже практически 8 тысяч. Осталось два больших города, и мы в Москве. В Чувашии у них переподготовка, смена экипажа и дальше в путь. Дойти до Москвы участники перехода планируют 7 мая. Юлия Важенина, Бахсияр Велиев, Республика. Это главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы Республика в 18.00. До встречи.